Наглядная геометрия для детей 5 лет, конструкторы для первоклассников и роботы для старшеклассников. Все это можно было увидеть на выставке нового школьного оборудования. Каждый желающий и посетитель данной выставки смог не только увидеть, но и на себе прочувствовать все инновации украинских и зарубежных производителей. Каждый желающий и посетитель данной выставки на выставке нового школьного оборудования. Каждый желающий и посетитель данной выставки на уроках математики, физики и других. И, например, с помощью такого робота, дети уже сможут дослідить, как працюють такие конструкции. Например, этот робот имеет интересные колеса, которые, видите, не похожи на стандартные. Они называются омні колеса, которые помогают роботу ось как интересно працювать. Он может, конечно, рухаться вперед-назад, как обычная конструкция, но он может еще вот так вот боком рухаться благодаря этим колесам. На выставке было представлено интерактивно-образовательное оборудование, которое может наглядно показать и объяснить физические и химические реакции, развить моторику и память, а самое главное – научить детей анализировать. На этом наборе можем рассказать ребенку о фигурах, которые, допустим, ну, кубик, допустим, он не катится, как бы мы ни хотели. Мы это показываем, рассказываем, здесь все написано. А основное, одно из основных направлений, когда фигурки при раскручивании, они полностью меняют свою форму. И когда мы раскручиваем, мы будем видеть, это все расписано, когда одна фигурка образует полностью другую фигуру. Когда мы останавливаем фигуру, и при сильном кручении мы видим, что это уже появляется многогранник. Формы полностью меняются, крючки полностью безопасны, это значит, что ребенок не может, как бы, навредить себе и провести все эксперименты. И это самое главное – это наглядная геометрия, когда теперь ребенок в 5 лет может запросто порассуждать, сколько у куба сторон, он, что же это, что это, кубик, а не квадратик, он начинает правильно называть фигуры. С этими знаниями он приходит в школу, и в школе он, опять же, мы говорим, и дроби, и мелкая моторика развития идет. Это все настолько взаимосвязано, что мы говорим об огромной платформе, фундаменте, с которой ребенок сможет пойти в старшую школу. По концепции новая украинская школа, где дети должны учиться в игровой форме, то есть это простой конструктор. Но для того, как дитину научить додавать или отнимать, у нас в этом блоке 10 шестерен, 5 одного кольора, 5 другого. И для того, чтобы все знают простий пример, как начать, у нас есть 4, нужно еще, например, 2. Сколько будет в сумме? Ось у нас есть 6, то есть дитина наглядно бачит, что будет и что додать. Далее вчителі используют этот набор для того, чтобы объяснить дитине, что такое простые механизмы и как они между собой связаны. Мы видим, что вот такая игровая конструкция, просто игрушка, но оно все взаимоповязано. Например, если я возьму здесь, то здесь у меня крутится, а вся конструкция у меня не крутится. Дети понимают, что такое последовательность, как оно работает, как оно взаимоповязано между собой. А потом, когда уроки закончились и у них есть вольный час, они могут просто из этого поконструировать, могут просто играть. Нашим Одесситам мы привезли сегодня кабинеты физики, химии, биологии и математики. Далее вот тут, вы видите, вот этот набор называется электрика и магнетизм. Из электрики и магнетизма можно провести, и дитинка может выполнять все лабораторные работы. В данном случае у вас складено электрическое коло, регулирование силы струма за допомогою ростата. Вот я регулирую, изменяются показы амперметра, изменяются показы вольтметра. Вот такими блоками, вот такими небольшими кубиками можно скласти будь-якое электрическое коло, и взагалі дитинка может провести все лабораторные работы, ученик на достаточно науковом уровне. Физика продолжается, это оптика, вот сейчас вы можете поделиться визначение довжины световой филы при помощи дифракционной решетки. Я один из исследований. Оцим набором оптики можно провести все лабораторные работы с оптикой. Из математики мы придумали еще також декартовую систему координат. Ось вона перед вами. Декартовая система координат, при помощи его я в просторе могу задать положение точки. Будь-як, повещается так, точка, так, точка. Тобто, за уявити це для дитини дуже важко. Можна інтерактивну панель, дошку і так далі, і так далі. Але об'єм, там все в площині, і зобраз накреслити в площині об'ємну фігуру тоже складно. Особливо, коли дитинка в четвертому, п'ятому, шостому класі. Ще ми придумали ось такі квадратики покритим магнітом. Бачите, так? Покритим магнітом. Перед вами тоже розкриті можливості. Ось тут ще три кутнички є такі. Дуже, ну, треба багато часу. Зараз перед вами доведення тереми Піфагора. От склали от таке, і дітки, що це таке? Квадрат катета. Що це таке? Квадрат катета. А що це таке? Квадрат гіпотенузи. А подивіться, діти, скільки тут квадратиків? Девять. А тут шестнадцять. Девять додати шестнадцять – двадцять. І тут двадцать пять. Тобто сумма квадратів катетів до рівня квадрату гіпотенузи. Организатори выставки убеждены, инновации в школі – це перший шаг полной перезагрузки образовательной системи в Україні. Современні діти розвиваються совершенно іншими темпами, неже школьники конца 20 века, начала 21-го. А следовательно, к ним необходим новый подход. Кристина Черновалова, Константин Іщерет, Телеканал Репортер.